На татаме арбитр Василий Смолин, судья олимпийской категории, обслуживает финальные встречи. Девочки по последнему решению теперь борются не пять, а четыре минуты, но в принципе это и справедливо. И, собственно говоря, все как бы делается для того, чтобы побыстрее проходили позартные встречи, чтобы хватало девчонкам здоровья, поэтому, так сказать, чтобы показывали качественную борьбу. Очень симпатичный логотип наших соревнований, два мамонтенка, везде они присутствуют, еще раз повторюсь, по-доброму нас встретил Ханты-Мансийск, очень гостеприимно, очень все компактно, хороший зал, удобная гостиница, все в шаговой доступности, отлично работает логистика, доставка к месту соревнований, организовано питание. Ну, собственно говоря, очень-очень все грамотно, продумано, очень достойно. Все, абсолютно все приехавшиеся гости в Ханты-Мансийск чувствуют о себе заботу организаторов. Ну что, пока оценок нет, девчонки борются, нету ни наказаний, нету... Ну вот, Дарья пытается провести бросок через спину, вправо. Дарья переехала в Тюмень, она тренировала, начинала тренироваться в городе Пермь, выступала в замолодежной команде на первенстве Европы, первенстве мира. Сейчас переехала в Олимпийский центр тренироваться, дзюдо в городе Тюмени, серьезный центр, хорошо там поставлен на работу, руководит этим прекрасным центром Вячеслав Адольфович Юрлов. Очень болеет за спортсменов, сам находится он здесь, переживает сам в прошлом. Был Вячеслав Адольфович в сборной команде Российской Федерации, Советского Союза по дзюдо, понимает, так сказать, в нашем деле. Ну что, пытался Карапетян провести подхват, пока никак, слушает указания тренеров, ну вот, тут показывает нам, что пыталась тактически решить задачу предельную, чтобы вывести оппонента своего за рабочую зону, чтобы получила Анашида. А Карапетян попытался встретить с ее подхватом. Ну вот сейчас предупредил Василий Смолин, спортсменку из Сибири. Ну вот, это пассивность, это пассивность, вот Дарья сейчас как бы выигрывает ситуацию. То есть фактически она создала ситуацию тактическую с выходом за рабочую зону. Предупредил устно арбитр, спортсменку. И сейчас Дарья сделала, наказывает, вот наказывает к Наре Крапетян, проигрывает она оценку Шихда. А Дарья, ну как, ой-ой-ой, что-то как-то Даша пошла на подхват и захват отпустила. Ну а у нас, уважаемые любители дзюдо, вы все знаете, совместно чемпионат проходит в мужской и женской части. Федеральная округа выставляет по 14 спортсменов, но имеется возможность и по два состава выставлять, чтобы спортсмены меняли в случае травмы. Ну вот, вот, вот. Казалось бы, могла создаться ситуация, контратаковала вот сейчас Придеина подхватом изнутри, но как-то опять захват потеряла. Вот, перехватил инициативу и, казалось бы, вот оценка, но вот Крапетяна ушла. Ушла от поражения. Ну что-то как-то вот, ну тут можно, девчонок, понять, финал, цена золотой медали, конечно, больше и позиционной борьбы рисковать, пока никто не хочет. Вот Дарья постоянно находится, вот она в верхнем захвате, напрягает, напрягает она себе речку, сейчас переходит лёжа, показывает, что она активно работает. Вот пытается, пытается провести Асайкоми, практически это удалось, но, видимо, арбитр посчитал, что уже за рабочей зоной и дал команду Матэ. Осталось бороться 52 секунды. Напоминаю вам, Шида проигрывает Крапетяна. Ну, естественно, цена победы, даже с таким маленьким счётом, тем не менее, как бы приводит спортсменов Урала ближе, всё ближе и ближе к золотым медалям чемпионата командова. Ничего не может, ещё раз предельно атакует, ну, как, в общем-то, непонятно. Броска нету и отпускает дальше захват. И, в общем-то, наказаны ещё раз Крапетян за пассивное ведение борьбы. Получает второй Шида. Остаётся 20 секунд. Я думаю, что предельно опытная спортсменка не отдаст она здесь. Ну, вот так, пикировка. О-хо-хо, молодец. Молодец, Крапетян не сдаётся. Пытается провести подхват. Ну, прям остаётся 6 секунд буквально. Ну, я думаю, что предельно спортсменка достаточно опытная. Не отдаст она здесь без вариантов. 6 секунд, 5. Ну, бежит, бежит на спортсменку, представитель Сибири. Даша чётко держала её на захвате, на руках, как говорится. И выигрывает представительница Урала Дарья Придеина. И счёт во встрече становится 4-1 в пользу Урала. Объявляет арбитр, показывает победителя. Продолжение следует... Продолжение следует...